Продолжение следует... С использованием инструментов behavior-driven development в системообразующей финансовой организации. Само слово сочетание системообразующая и финансовая. Какие оно у вас вызывает ассоциации? Центробанк. Ну, близко. На самом деле это группа компаний Московская биржа, соответственно депозитарий, национальный расчетный. Вы, глядя на эту презентацию, возможно подумаете, если вы национальный расчетный депозитарий, если через вас Центробанк каждую неделю разыгрывает достаточно большие аукционы на ценные бумаги, и если у вас, скажем так, 10 минут не состоявшийся аукцион, это уже серьезные страхные санкции, наверное, вы уделяете какое-то гигантское внимание тестированию, и поэтому, наверное, вы как-то тестируете по-другому и очень много. И можете задать вопрос, а как это относится ко мне? Я же, наверное, работаю в другой организации, которая не столь тщательно относится к тестированию. Зачем это? Вот сегодня мы поговорим об этом, и сегодня мы еще поговорим о самом подходе БДД. Вопрос. Зачем тестировать? Давайте сделаем следующим образом. Я буду задавать вам вопросы, а вы, если да, поднимаете руку, если нет, ну, соответственно, руку не опускайте. У кого из вас в компании тестирование есть? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот. Почти, наверное, половина подняла руку. Действительно, тестирование есть не во всех компаниях. Но компании-стартапы, например, они знают, за что они платят. Они платят за создание кода. Правильно? Соответственно, если собственник бизнеса пришел, и ему нужен какой-то продукт, он заплатил деньги, разработчик разработал код, он пошел в продакшн, зачем платить каким-то дополнительным людям, которые будут заниматься тестированием? Возможно, в голове этого собственника бизнеса тестирование является вообще накладным расходом. Однако это не совсем так. Дело в том, что разработчик, производя код по статистике, производит вместе с ним баги. И, опять же, статистика показывает, что где-то на тысячу строк кода в среднем по отрасли возникает один баг. Эти баги устранять очень дорого. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить с вами о подходе BDD, мы с вами в то же время должны понимать, что это не просто игрушка, это не просто новый инструмент. Вчера мы тестировали SWAP UI, завтра мы будем тестировать как-то по-другому. Мы с вами будем говорить о том, что это очень сильно помогает самому бизнесу. Это очень хорошо влияет на бизнес-показатели, на деньги, в конечном счете на клиентов и на счастье собственника. Почему так происходит, что тестирование позволяет сэкономить деньги? Обратите внимание вот на эту картинку. Дефект, который находится раньше в производственном цикле, стоит устранить дешевле. Я произвел это примером, и мы с вами поговорим о стадиях, которые на этой картинке показаны. Представьте себе, что мы с вами выпускаем калькуляторы. Наша компания выпускает калькуляторы. В нашем калькуляторе есть процессор, есть дисплей, есть солнечная батарея, клавиатура. И каждый из этих компонентов выпускается на своей производственной линии. Далее они собираются в единый блок, спаиваются, и отдаются нашим тестировщикам, чтобы они нажимали на кнопки. Дальше, соответственно, это отдается каким-то первым пользователям в группу, и далее выпускается в промышленную. То есть эти калькуляторы производятся массово и отдаются на рынок. Представьте, что если этот калькулятор вышел на рынок, а в нем проблема, его нужно отозвать, его нужно разобрать, его нужно найти проблему, устранить и, соответственно, вернуть клиенту. Казалось бы, какое отношение имеет это к софту, который мы с вами разрабатываем? Самое прямое. Вот стадия модульного тестирования, показанная здесь, это когда мы с вами говорим о процессоре, о какой-то солнечной батарее, о какой-то клавиатуре. В терминах программных сред обычно подобный модуль делает команда, ну вот и джайловская, человек 9. Но когда объем функциональности растет, сама по себе джайловская команда из 9 человек, она не может бесконечно масштабироваться. У нас в системах появляются различные компоненты. Ну, например, фронт-энд, например, бэк-энд, например, появляются какие-то системы, связанные с денежными взаиморасчетами, какие-то другие системы, программные модули. Таким образом, коллектив масштабируется, и тестирование разбивается на этапы. Сначала мы с вами тестируем внутри команды одну компоненту, это, соответственно, модульное тестирование. Затем мы осуществляем тестирование интеграционное между командами, затем приемочное, ну и затем выводим в пром. Вот цифры, которые показаны здесь. Модульное тестирование интеграционное, приемочное и промышленная среда, коэффициент стоимости ошибки, устранение этой ошибки. Это цифры взятые из опыта. В разных компаниях они разные. Это очень сильно зависит от той системы, которую вы разрабатываете. Вот у нас, например, есть система, называется Луч. Система Луч – это аналог свифта. Вы, наверное, слышали, что у нас грозятся отключить от свифта санкции, все будет страшно. На самом деле нет, уже достаточно давно мы обрабатываем весь свифт в стране без участия иностранных компаний. Здесь произошло полное импортозамещение. Но в чем смысл этой системы Луч? Представьте себе, что каждому клиенту вы ставите SQL-сервер, ставите, соответственно, клиентские места, и вот эти тысячи клиентов скачивают ваш дистрибутив себе. SQL-сервер-экспресс, вокруг него несколько десятков клиентских рабочих мест, и так с нами работают. Вот в этой связке устранить ошибку на проме очень дорого. Представьте себе, нам нужно найти ошибку, нам нужно выпустить какое-то обновление, протестировать и раздать всем клиентам заново новый вариант базы данных SQL-сервер с соответствующими внесенными изменениями со справочниками. Новый вариант клиента, клиентам надо переустановить клиентские рабочие места. Есть другие решения, в которых, конечно же, устранение ошибки стоит намного дешевле. Например, веб-кабинет, через который вы можете, например, проголосовать на собрание акционеров. Если у вас есть хотя бы одна акция, вы можете зайти, проголосовать. Там устранение ошибки стоит значительно дешевле, потому что вам предоставляется только веб-интерфейс. Поэтому цифры 1, 4, 7 и 14, они будут меняться в зависимости от характера вашего решения. Но порядок этих цифр останется примерно таким же. Каждая следующая стадия, где находится ошибка, будет стоить дороже. Как это будет выглядеть в комплексе? Если мы с вами говорим, что у нас полный комплекс тестирования каждой компоненты, интеграционное, пользовательское тестирование, приемочное и промышленная эксплуатация, то примем эту стоимость за единицу. Представим себе, что у нас нет модульного тестирования, нет тестирования компонентов. Возьмем калькулятор, в котором мы не протестировали процессор. Процессор не работает, мы отдали на интеграционное тестирование. Тестировщик сел, понажимал на кнопки, говорит, ничего не работает. Вернули обратно, разобрали, распаяли, взяли процессор, поставили новый, спаяли. Соответственно, стоимость вырастет в 1,7 раза примерно за счет того, что мы убрали одну из стадий тестирования, одну из компонентов. Если мы с вами убираем и интеграционное тестирование, и, соответственно, модульное, то 60% найдут пользователи, которые будут тестировать, а 60% просочатся в Chrome. Соответственно, цифры выросли в 2,7 раза. Эта модель, я бы хотел показать ее примером из работы непосредственно нашей компании. Опять же, хочу сделать оговорку. Маркетинг запрещает нам показывать наш отдел работы с внешних связей, и запрещает нам показывать реальные цифры, но порядок совпадает, пропорции совпадают. Соответственно, что мы с вами сделаем? Возьмем с вами июль 2000 какого-то года. У нас достаточно слабо было развито модульное тестирование, и мы находили на нем всего лишь 11% дефектов. На интеграционном находились 74%, на приемочном 3% и на промышленной среде 12%. Итого 100%. Примерно мы прикинули, сколько занимает устранение каждого дефекта в человека часах. Соответственно, на стадии модульного тестирования разработчик отгрузил код, тестировщик модульный, который очень хорошо разбирается в решении, которое разрабатывается. Он с этим разработчиком сидит в метре друг от друга, они друг друга отлично понимают, он говорит, у меня дефект. Модульный тестировщик тут же этот дефект заводит, разработчик его устраняет, тестировщик это тестирует. Полный цикл 2 часа. Все очень просто, все очень быстро, все очень дешево. Возьмем стадию интеграционного тестирования. Где-то уже к этому моменту над системой работают несколько сотен человек. Компоненты соединены в единый ландшафт, тестировщик находит ошибку интеграционную, в системе он разбирается не очень хорошо. Он заводит баг, разработчик, даже до того, как он заводит баг, он вынужден прочитать документацию, понять, о чем этот вообще сценарий. Разработчик вспоминает, что он писал несколько дней назад, а то и несколько недель. После этого он отгружается, после этого производится установка на тестовый стенд. Это долго, это нельзя делать часто, иначе тестовый стенд развалится. И в итоге где-то устранение дефекта занимает около 8 человеко-часов. Это значительно больше. Это наши цифры, но я думаю, что они похожи по отрасли. Наконец, на приемочное тестирование, когда тестируют пользователи, все еще более печально, соответственно, порядка 14 часов. Ну и дефект, возникающий на промышленной среде, его сначала нужно воспроизвести на тестовом стенде, потом убедиться, что он исправен, это 28 часов. Если считать, что час работы стоит порядка 30 долларов, вы можете эту цифру, может быть, в компании у вас она другая, но, наверное, порядок будет совпадать. То на все модульное тестирование мы тратили около 4,5 тысяч долларов, ну а суммарно у нас получалось 207. Большая цифра, маленькая, важная пропорция. В ноябре, опять же, в 2000 какого-то года, мы увеличили количество людей, работающих модульным тестированием. Мы тестировали руками, пока это не автоматизирование. И начали находиться, соответственно, 26% дефектов. Поскольку большая часть дефектов находится раньше, то и стоимость их устранения значительно упала. Экономия составила порядка 40 тысяч долларов, то есть достаточно хорошие цифры. Но мы задались вопросом. Вы, может быть, видели, запомнили на предыдущей картинке, что в идеальном варианте, когда мы его рассматривали, должно было находиться 37% дефектов, а мы находили только 26. Вопрос. Если бы мы находили 37% дефектов, сколько мы могли бы сэкономить? И ответ следующий. Мы могли бы сэкономить 60 тысяч долларов или примерно треть наших затрат срезать. Вопрос. Почему мы не смогли находить дефектов больше? Почему мы застряли, подошли к какому-то барьеру, который не смогли пробить 26% и не больше? Может быть, у нас было мало тестировщиков? Нет. Мы продолжали увеличивать их количество, но больше дефектов не становилось. Может быть, у них плохая квалификация? Нет. Мы общались с ними, мы обучали их системе, мы проводили семинары, но это не помогало. Ответ. Нам не хватало времени. И вот почему. Когда мы планировали работы, мы предполагали, что сначала разработчик сделает свою часть работы, а затем модульный тестировщик эту работу протестирует. Однако по факту жизнь устроена по-другому. Разработчики не успевали сделать свою работу вовремя. Сроки работ съезжали. Модульное тестирование начиналось позже. И когда у нас возникал дедлайн передачи системы на интеграционное тестирование, выяснилось, что у нас остается большое количество непротестированного функционала. Визуально это можно почувствовать следующим образом. Представьте себе, что вы две недели разрабатываете код. Разработчик обещал в конце первой недели отгрузить какое-то небольшое количество кода. Затем его обещал протестировать тестировщик. Но все получилось не так. Прошла неделя, прошло еще два дня, прошло еще три дня. И вот наконец появился первый работающий код, и у тестировщика осталось два дня на тестирование. Он посидел по вечерам, он посидел по ночам, он вышел в выходные, ему все равно не хватило времени. И задачу надо либо выкидывать из релиза, либо ее надо переносить на следующую стадию тестирования с багами. А как мы с вами говорили, это стоит дороже. Я буду неоднократно возвращаться к идее цены, потому что инструментов для тестирования их много и подходов много. Но продать идею в организации, почему мы будем делать именно так, продать собственнику, не потому что нам хочется в это поиграть, а потому что собственник должен увидеть выгоду, можно только через деньги. По-другому, к сожалению, это не получится. Итак, вопрос. А как же найти 37% дефектов? Рабочим сами надо сделать все. Правильно. Давайте я повторю ответ. Разработчики должны сами тестировать свой код. Абсолютно правильный ответ. Давайте сместим акценты. Разработчик, как и ранее, пишет код. Тестировщик модульный готовит сценарий. После этого разработчик эти сценарии автоматизирует и показывает, что эти сценарии уже проходят. Код уже работает так, как нужно. И тогда тестировщику останется всего лишь провести, всего лишь в кавычках, это большая сложная работа, интеллектуальная работа, я подчеркну, провести исследовательское тестирование. То есть проверить тест-кейсы, о которых он раньше не подумал. Но возникает следующий вопрос. А как нам организовать такой процесс, когда тестировщик говорит разработчику, а что же он должен протестировать? Когда я первый раз подошел к разработчику и сказал, ну напиши, к тестировщику подошел и сказал ему, ну напиши тестовый сценарий для разработчика. Тестировщик сказал, а как я напишу этот детальный тест-кейс? У меня есть только постановка задачи. Я не знаю, никакие методы будут сделаны в этой системе, у меня нет никакого API, нет никаких типов данных, я не знаю, как будут называться эти таблицы. Как я объясню разработчику, что я от него хочу, если я даже не вижу облика системы? В момент написания тестов ведь нет еще вообще ничего. А вопросы разработчика, когда они увидели первые тесты, очень простые. А что это? Что мне здесь написали? Я не понимаю, что с этим делать. У меня другие термины в системе. У меня совершенно другое понимание ситуации. И ответ пришел достаточно неожиданно. А давайте мы как-то стандартизируем язык тестовых спецификаций. Давайте сделаем язык настолько простым, чтобы тестировщик… Я не хочу обидеть тестировщиков, но обычно это большую часть тестировщиков составляют люди, недавно закончившие институт. Есть тестировщики, очень квалифицированные, работающие много лет, но если смотреть вот эту пирамиду, все-таки большая часть людей – это люди, которые, в частности, не умеют программировать. В этом нет ничего плохого. Они учатся, они молодцы, они очень бойкие, они очень интеллектуальные ребята, но научить их за две минуты программировать невозможно. Но если в языке тестовых сценариев будет всего четыре конструкции на русском языке, дано, то есть та тестовая ситуация, которая нам дана, если я в систему подаю какие-то данные и подаю еще какие-то данные, то на выходе должно появиться вот это. Очень простой язык. Система представляется черным ящиком. Дана тестовая ситуация, мы подали на вход это, это и это, и на выходе появилось вот это. Нужно ли иметь тестировщику API, который он будет дергать? Ответ – нет. Он пишет все на русском языке. Если я подам в систему 2 и 2, а система должна сделать плюс, то на выходе должно получиться 4. Он не знает, что это называется функция add в системе. Он не знает, что это тип данных, интеджер, он ничего не знает. Он пишет на русском языке. Далее, где мы еще можем сэкономить? Немножко вот сейчас отвлекусь от процесса написания спецификации. Давайте мысленно перенесемся на стадию тестирования. Как выглядит типичная стадия тестирования? Разработчик написал код. Окей, с его точки зрения код готов. Тестировщик должен взять этот код протестировать. Так происходит когда-нибудь? Ответ – нет. Тестировщик занят чем-то другим. У него есть другие задачи, у него есть другие приоритеты. Может пройти 2 дня, может пройти 3 дня, может пройти неделю, перед тем, как он еще прикоснется к этому коду. После этого он запускает этот код, говорит, у меня блокирующая ошибка, я ничего делать не могу. 2 часа простоя, отдает разработчику баг, разработчик что-то пытается вспомнить, что он там писал, что-то правит, отдает обратно тестировщику, тестировщик опять тестирует, заводит новый баг. И вот этот тяни-толкай продолжается достаточно долгое время. Вопрос. Зачем мы так с вами делаем, если мы и так знаем, что мы хотим протестировать? Если тестировщик уже специфицировал свои сценарии, что он собирается тестировать, он отдает их разработчику, разработчик берет эти сценарии и прям по ним начинает проводить тестирование. Ему для этого никто не нужен. Ему не нужен тестировщик для этого. Ему, по сути, ничего не нужно, кроме вот этих тестовых сценариев. Это гигантская экономия времени. Знаете, есть статистика, может быть на конференции будут говорить про канбан, есть интересная статистика, что полезная обработка в любом бизнес-процессе, создание добавленной стоимости, редко занимает больше 2% времени. 98% это просто потери, когда кто-то кого-то ждет. Один баг ждет, пока протестирует другой баг, ждут, пока тестировщик выздоровеет, ждут, пока появится стенд доступный. Все друг друга ждут. Вот в этой схеме никакого ожидания друг друга не возникает. Ну и, наконец, предпоследний, но не предпоследний по значению, а скорее первый. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда разработчик отдал код, а этот код непонятно какого качества? На него можно посмотреть, он синтаксически верен, он компилируется, у него даже нету ворнингов, но при попытке подать ему какие-то реальные данные он просто разваливается, потому что не подумали об этом, не подумали об этом, не подумали об этом. Как мы с вами обычно меряем прогресс разработки? С писанными часами, количеством написано срок кода, с честными глазами разработчика. Сделай что до завтра? Сделаю. Все работает? Ну почти. Почти. Здесь мы можем мерить прогресс более-менее объективно. Количество пассет-тестов это и есть та цифра, которая показывает, насколько наш код готов. Там может быть очень маленькое количество срок кода, там может быть очень маленькое количество списанных часов, но если тесты выполняются, значит код работает. И последнее в списке. Знаете, вот тестировщиков, им иногда обидно, что деятельность по придумыванию сценариев занимает у них процентов 10 времени. Все остальное время они просто борются с системой. Они нажимают кнопки, они ждут, пока система отреагирует, она не позволяет им ввести какие-то данные. Они могли бы больше, они хотели бы реализовать свой интеллектуальный потенциал. Но они вынуждены нажимать на кнопки в системе, ретестировать старые сценарии после того, как поправлены новые баги. И вот эта механическая работа отнимает у них кучу времени, они этим безумно недовольны, они не хотят этим заниматься. Но если наши сценарии автоматические, то необходимости нажимать на кнопки повторно не возникает. Сценарии выполняются сами. И вот, извините, я слово применю прямое, вот это обезьянье работа, ее не возникает. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Это пример спецификации как раз вот на языке BDD. Сверху обратите внимание, очень важный комментарий language.ru. Это означает, что весь дальнейший сценарий будет на русском языке. Если у вас английская система, language.en, и, пожалуйста, можно писать по-английски. То есть на том языке, на котором вам удобно, на том пишите. Функционал – это фича, которую мы разрабатываем. Тот бизнес-функционал, который мы должны новый произвести и сдать заказчику. Ну и, наконец, сценарий. Это вот та тестовая ситуация, которую мы хотим создать. Что пишет тестировщик? Он пишет – дано новый клиринговый сеанс. Давайте я немножко расскажу о том, что такое клиринговый сеанс, иначе будет непонятно. Все-таки организация финансовая, наверное, было бы неправильно, если бы я здесь какие-то абстрактные примеры приводил. Это реальный работающий сценарий. Клиринговый сеанс – это когда у вас есть несколько участников, которые хотят чем-то обменяться. Деньгами, бумагами, неважно. Клиринговый сеанс смотрит, в каком порядке можно сделать так, чтобы они обменялись деньгами, при этом не уйдя в минусы и соблюдя все условия. Казалось бы, сложна ли эта задача? Иванов хочет дать денег Петрову. У него есть 10 рублей, у него есть 10 акций. Поменялись, молодцы. Более сложная ситуация. Иванов, Петров, Сидоров. Три человека. Иванов хочет дать Сидорову 2 рубля. Сидоров хочет дать Петрову 2 рубля, и Петров хочет дать Иванову 2 рубля. То есть по треугольничку проходит 2 рубля. Проблема состоит в том, что ни у одного из них денег нет. Но деньги у них появятся. Когда ему придут 2 рубля, он сможет отдать 2 рубля. Но прямо сейчас у него денег нет. И ни одна из этих сделок не может быть рассчитана по отдельности. Они могут рассчитаны только все вместе. Это очень сложная алгоритмическая задача. Если алгоритмическая задача где-нибудь сбойнет, то очень большое количество компаний не сможет выполнить свои обязательства, например, по оплате налогов. В налоговом периоде. И это должно все осуществляться очень быстро. И это не должно никогда ломаться. Забегая вперед, мы релизимся каждые 6 недель. Изменения в этом функционале происходят практически в каждом релизе. Соответственно, есть новый клиринговый сеанс со сделкой. И мы хотим в нем сэмулировать некоторую ситуацию. Мы создаем в нем некоторые финансовые инструменты. Мы какие-то денежные расчеты в него включаем. Мы говорим, что да, у участников есть какие-то остатки по лицевым счетам, есть какие-то остатки по денежным счетам. И мы говорим, что эта сделка не подходит нам. И вот именно эту сделку нужно исключить. Потому что если мы этого не сделаем, то все остальные расчеты не пройдут. Математическая тестовая ситуация. В таких тестовых ситуациях существует несколько десятков. Они все должны, безусловно, проходить. Если хоть одна из них не проходит, то мы будем иметь проблемы. Это пишет тестировщик. Вы, наверное, видите здесь айдишники, видите какие-то цифры. Да, действительно, наша база предзаполнена эталонными данными. То есть тестовая ситуация не наполняет базу с нуля. Там уже что-то есть. И вот тестировщик ссылается на эти айдишники. Идем дальше. Тестировщик это написал. Он не знает, как вызвать функцию добавления в сделку финансовых инструментов. Он не знает, как вызвать функцию добавления в сделку денег. Он не знает, как в сделке установить остатки по лицовым счетам. Он пишет все по-русски. Что делает разработчик? Он реализовывает, конечно же, функционал. А потом свой java-код он аннотирует. Перед методами он пишет аннотацию дано. Помните, это то самое дано, которое было вот здесь. Дано новый клиринг висеанс со сделкой. Дано новый клиринг висеанс со сделкой. После этого каким-то волшебным образом он делает какой-то мейджик, при помощи которого объясняет своей системе, каким образом этот клиринг висеанс со сделкой в этой системе создается. Он заполняет какие-то таблицы, он дергает какой-то API. Тестировщик ничего об этом не знает. Тестировщик говорит, я хочу по сути вот это, а разработчик эту суть доносит в коде. Я прошу прощения за присутствующий здесь java-код. Я знаю, склеивать строки нехорошо. Но мне хотелось, чтобы он поместился на один слайд. Это была единственная возможность. Далее аналогичную историю делает разработчик со всеми остальными частями сценария. и то, это не ту по-английски, а то по-русски вызывает какой-то хранимую процедуру на PR-SQL и убеждается, что она выполнена без ошибок. То есть вот настолько просто. Далее. Как мы с вами понимаем, что релиз-то наш готов? Ответ следующий, помните, я говорил, что мы каждые 6 недель деплоимся на промышленную среду. Это означает, что у нас каждые 6 недель проходит стадия аналитики. В проверке идет каждые 6 недель стадия разработки с вот этим вот модульным тестированием. И каждые, соответственно, 6 недель идет стадия тестирования интеграционного и тестирования приемочного. После чего мы деплоимся на бой. Как я отслеживаю, как руководитель разработки, готовность релиза по тестовым сценариям? Хочу подчеркнуть сразу, что мы не везде эту систему внедрили. Есть пилотные проекты, на которых мы это смотрим. По ним это выглядит следующим образом. На первой неделе у нас ни один тест не выполнен. Соответственно, какое-то количество тестов только запланировано к написанию. Существуют только заголовки этих тестовых сценариев. Больше ничего не существует. Готовятся они на аналитической фазе. На второй неделе у нас появляются первые пассет-тесты. Какие-то небольшие доработки, 4-часовые, 8-часовые, которые всегда присутствуют, начинают открываться тестами сценариями и выполняться. На третьей неделе их становится больше. На 6-й неделе у нас весь функционал оказывается пассет. То есть все тесты оказываются выполнены. Часы, да. Учитываем ли мы часы? Конечно, учитываем. Учитываем ли мы другие единицы объема? Учитываем. У нас используются очень широко функциональные точки. Метод функциональных точек я не буду сейчас подробно на нем останавливаться. Но это действительно хороший способ оценить трудоемкость написания кода. Но вот если говорить про готовность, то это вот эта метрика. Несколько вопросов. Если вы никогда не делали БДД, с чего бы начать? Если вдруг вы захотите продать руководству идею о том, что это позволит сэкономить вам деньги, если вдруг вы захотите написать тестовый сценарий, то с чего бы вам начать? Первое. Попробуйте развернуть кукумбер или jbhf. Это, в принципе, эквивалентные вещи. Попробуйте написать тестовые спецификации на возникающие баги. Это наиболее простая история. Возникающие баги, багов всегда возникает много. Разработчик в среднем делает два бага в день. Хороший разработчик. Плохие разработчики делают больше багов. Баги достаточно быстро править, и если вы попросите своего тестировщика, окей. Пожалуйста, опиши, как должна функционировать система, если возник баг. Он написывает это на БДД. Дальше вы говорите разработчику, разработчик, пожалуйста, когда будешь править баг, убедись сам на тестовый стенд зайди, запусти этот сценарий и убедись, что он проходит. Эти небольшие простые задачи обучают людей очень быстро, как писать сценарии, как писать код на Java, на .NET. И после этого они будут готовы к чему-то большему. Они будут готовы взять задачку по трудоемкости 200-300 часов и покрыть ее тестами. Если вы сходу скажете им, ребята, у нас новый инструмент, вот у нас новый подход, вот у нас какой-то язык, напишите мне, пожалуйста, 200 тестов на БДД. Они вам скажут, что вы от меня хотите. Я не понимаю, как это. С багами у вас получится достаточно быстро, и просто люди в это втянутся, смогут пощупать, проверить и убедиться, что это работает. Второй вопрос. Нужно ли уволить всех ваших тестировщиков, которые у вас есть сейчас, которые тестируют руками, нанять более квалифицированных, которые могут делать автоматизированное тестирование? Ответ – не нужно. Не нужно никого увольнять, 4 конструкции, отлично справятся те же самые ребята. Следующий вопрос каверзный. А сколько сценариев делать? Если я сделаю один сценарий, на человека год работы, этого достаточно или нет? Если я сделаю 100 сценариев на 5 минут работы, это достаточно или нет? Ответ такой, что количество сценариев варьируется, но чтобы иметь некоторую обратную связь от процесса, нужно, чтобы тестировщик хотя бы на 4 часа разработки один тест написал. Вы берете оценку, которая дает к себе задачу, видите, 800 часов оценено. Окей. Пожалуйста, 200 сценариев нужно написать. Это такое достаточно простое правило, при помощи которого можно понять, закончил свою работу тестировщик или нет. Он может писать больше, не вопрос. Он может написать меньше и объяснить, тоже не вопрос. Но если он этого не сделал и объяснить не может, значит, он недоработан. Следующий вопрос. Если в компании нет тестировщиков, и вы хотите тестировать, то сколько вам их нанять? Ответ следующий. Вот если мы говорим про стадию модульного тестирования, помните, мы с вами говорили, тестирование в такой небольшой команде, 9 человек. То есть это не интеграционное тестирование, это тестирование одной компоненты. Практика показывает, что если нанять меньше, чем одного тестировщика на 6 разработчиков, он просто будет не успевать писать сценарий, он будет не успевать писать баги. И часть багов будет просачиваться дальше. Если нанять больше, то эффект будет уже нелинейный. То есть часть этих тестировщиков будет простаивать, часть будет работать не совсем эффективно, да, им будет более комфортно. У них не будет авралов, но это уже может быть не столь эффективно с точки зрения денег. То есть мы пришли к соотношению где-то 1 к 6. Если в команде разработчиков из 6 человек нет одного тестировщика, то мы говорим, ребята, пожалуйста, пойдите, найдите себе еще одного тестировщика. Иначе вы создаете нам очень много проблем со стоимостью из качества. У меня все. Надеюсь, вам было интересно. Я готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо. Есть? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, у вас прозвучало, что у вас есть база предзаполненная, которая используется как раз для прохождения тестов, которые запускает разработчик. А вы как ее формировали? То есть на основании чего заносили туда информацию? Спасибо за вопрос. Вопрос действительно хороший. Я чуть поподробнее, если можно, на него отвечу. Вообще существует три стратегии, как можно работать с данными при автоматизации тестирования. Первая стратегия. Давайте возьмем боевую базу и попробуем в ней найти те данные, которые нам для нашего теста подойдут. Тогда у нас будет отличная история. Мы точно будем знать, что на бою у нас ничего плохого не случится, потому что ровно на этих данных мы только что все протестировали. Не будет такой ситуации, что мы придумали какие-то сами себе тестовые данные, а на бою есть другие данные, которые нашу систему опять же разваливают. Но проблема с этим подходом возникает в сопровождении тестов. Их становится очень дорого сопровождать. Боевые данные постоянно меняются. Мы их переливаем на наши тестовые стенды. Для того, чтобы обеспечить работоспособность регрессионной модели, то есть тех тестов, которые мы написали в предыдущих релизах, нам нужно тратить все больше и больше времени. И происходит следующая ситуация. В какой-то момент нам не хватает ни денег, ни времени даже поддержать старые тесты. Не то, что уже написать новые. Мы такую ситуацию не хотим. Мы готовы к тому, что у нас будут ошибки находиться при ручном тестировании, на интеграционном тестировании, при пользовательской приемке. Поэтому нам нужны эти данные, которые позволят нам легче сопровождать наши тесты. Второй подход, который используется, помимо забора реальных данных, это давайте наш тест данные сам сгенерить. Почему бы тесту не сгенерить самому данные, не выполниться на них, после чего эти данные поудалять? Но, к сожалению, в генераторах данных они очень дороги в производстве. Возможно, для других систем это не так, но мы для себя поняли, что слишком дорого. Поэтому мы приняли немножко другой подход. У нас есть эталонная база, она не очень большая. В нее залиты достаточно хорошие данные, айдишники, которых мы знаем, на которые мы можем сослаться. Эта база разворачивается в момент, когда нужно провести тесты. Тесты проводятся, после чего база удаляется, но еще раз уберется вот эта эталонная база при следующем прогоне. Это дает нам очень низкую стоимость сопровождения тестов. Нам не нужно генерить данные, нам не нужно придумывать, как их между собой взаимовязать, чтобы они были правильные. Генерит их, по сути, человек. То есть он заходит, создает под себя эти тестовые данные, когда ему нужно. И дальше они становятся эталонными. Они не меняются. То есть если ты что-то сделал, прогналась тестовая модель, часть тестов упала, ты сразу же поправил данные, и вот для следующего прогона они готовы. Это тот подход, который используется у нас. Не обязательно действовать так же. Одну из трех стратегий можно выбрать. Мы выбрали вот эту. Я ответил на вопрос? Спасибо за ответ. Еще уточнение небольшое. Кто все-таки отвечает за содержание вот этой базы данных? Тестировщик или разработчики? Да. Спасибо за вопрос. На стадии, когда разработчик доказывает, что система работает, он наполняет эту базу какими-то тестовыми данными. Но дальше наступает стадия исследовательского тестирования модульного тестировщика. И там он может ее дозаполнить. Условие такое, что все старые тест-кейсы должны проходить. То есть он не должен данные поудалять. Но он может это добавлять для создания новых тестовых ситуаций. Это не запрещено. Пожалуйста. Спасибо. Еще, пожалуйста, один вопрос. Допустим, у нас группа тестировщиков 5 человек. И, скажем так, относительно в параллели вы в одну систему внедряете 2 фичи. Одна находится на интеграционном тестировании, а одна уже близко, собственно, к модульному. Ну, как бы большой терминологии. Команда тестировщиков одна. Соответственно, кто-то должен, соответственно, писать BDD. Окей, как бы кейсы. Но, собственно, команда одна. И они должны проводить еще исследовательское тестирование. И тут немножко возникает конфликт ресурсов. Как вы это решаете? Спасибо за вопрос. Так же, как и любой другой конфликт ресурсов. Нужно расставить приоритеты и решить, что она важнее. Я, наверное, не смогу ответить на именно вашу ситуацию, поскольку у нас очень жестко разнесены во времени стадии тестирования модульного и интеграционного. Релизный цикл построен следующим образом. Шесть недель аналитики, шесть недель разработки и модульного тестирования. И очень важный момент. Модульные тестировщики, они работают в той же команде, где разработчики. Вот он знает, что такое клиринговый сеанс, но не знает, что такое свифт. Ему и не нужно. Он должен быть специалистом, очень узким, очень хорошо понимать свою предметную область. А интеграционные тестировщики, они могут не знать, что такое свифт. Они могут вообще ничего не знать. Им важно понимать тот бизнес-процесс, который практикает, и искать ошибки именно на стыке компонентов. Потому что предполагается, что команда, которая занимается модульным тестированием, помните аналогию с процессором, она уже процессор поставила на специальный тестовый стенд, она уже прогнала его и нагрузочно, и все разные вопросы с ним сделала, он уже работает, поэтому что может сломаться? Его когда впаивали в плату, могли не допаять контакт. Ну вот он каким-то образом плохо припаял. То есть интеграционные тестировщики, они не ищут ошибки в самом модуле. Они ищут только на стыке. И эта стадия наступает после модульного тестирования строго. Та проблема, которую мы решали, как сделать так, чтобы интеграционные тестировщики не были вынуждены искать модульные баги, чтобы модульное находило все до конца. Ну и вот мы ее решили вот так, как сейчас с вами. Обсудили. То есть это достигнет целевых показателей? На пилотном контуре да, мы дальше будем расширять эту историю на остальные системы. То есть получается у вас нет, да? То есть одна команда внедряет одну фичу в одну, в одну из них времени. Давайте я повторю вопрос. Получается ли, что у нас одна команда внедряет одну фичу в единницу времени? Ответ нет. Нет. У нас сейчас существует, наверное, порядка 15 команд. И фича может распадаться, ну, допустим, на 7 команд. Есть такой пример. Примеры. У нас есть команда, занимающаяся интеграционной шиной. Она делает часть фичи, обеспечивающая взаимодействие модулей между собой. У нас есть команда, занимающаяся, помните, говорили, лучом. Это то, что обеспечивает возможность подачи нам большого количества транзакций с непосредственно наших клиентов. И они тоже в этом задействованы. У нас есть система основная процессинговая, клиринговая. И эта фича также в ней реализовывается. Плюс ко всему у нас есть система, обеспечивающая работу нашего бэк-офиса, чтобы они могли зайти в систему и какие-то зависшие, соответственно, транзакции поправить руками, ну, и да, выполнить. То есть фича может одновременно выполняться в нескольких местах. Но, когда мы опишем требования, у нас есть требования на сквозный процесс. И у нас есть требования по доработке каждой из вот этих вот компонентов, которые у нас есть. На эти требования внутри пишутся тестовые сценарии. Они работают на заглушках, на стадии модульного тестирования. Их пока не есть, чем синтегрировать. Каждый из них, мы убеждаемся, что работа способен. Только после этого, когда прошло 6 недель разработки модульного тестирования, мы собираем их все вместе на стенд, и там уже прогоняем интеграционный сценарий. Какие бывают проблемы в интеграционном сценарии? Ну, например, пока писали постановку задачи, мы не согласовали API. Из одной системы уходит 0.1, а другая ждет на входе True-False. Ну, заводит баг, правильно, да, то есть вот на стыках такие интеграционные ошибки случаются. Но и о тем бывают другие интересные ситуации. Заказчик смотрит и говорит, что как бы я не то заказал. Процесс у нас скорее водопадный, нежели джайловский, да. Я вот хотел бы на этом отметить. Если у вас команда позволяет не иметь модульного тестирования, если вы можете себе позволить внутри команды сделать разработку всей функциональности, это просто отлично. Но вот мы, к сожалению, этого сделать не можем, поэтому у нас процесс такой в нескольких этапах происходящих. Спасибо. Спасибо. У меня два вопроса. Я здесь. Первый вопрос. Пишет ли тесты под интерфейсную часть, либо же тестировщики занимаются, как вы сказали, обезьяне работают, да. И второй вопрос. Вы сказали, что эту систему вы внедрили не везде. Почему? Услышал. С интерфейсной частью нет. Мы этого не делали. Есть соответствующие инструментарии с селением WebDriver, насколько я так слышал, но мы этого не делали, поэтому врать не буду. Занимались именно алгоритмической частью, расчетной, ну и, соответственно, сделали в основном там. Планируем ли внедряться на уровне интерфейсов? Да, планируем. Но, наверное, здесь, наверное, тема немножко другого должна быть доклада. Это как устроить тестирование, когда у нас есть большой, сложно протекающий через всю систему процесс, и мы хотим автоматизировать именно интеграционное тестирование, когда мы хотим автоматизировать приемочное тестирование. Мы все-таки сейчас говорим в теме доклада. Помните, я упоминал в первую очередь про деньги. И для бизнеса деньги мы можем сделать там, в том случае, если мы тестируем рано. Это важный момент. Тестировать рано – это, соответственно, тестировать каждую компоненту отдельно. И там WebDT подходит. Он подходит и дальше. Но тогда бы тема доклада немножко была бы не соблюдена. Мы просто поменяли бы, соответственно, мы бы говорили с вами о чем. Давайте буквально пару слов о том, где еще полезен ВДД. Но вот это, извините, это из книжек. Не мой опыт, это из книжек. Представьте, что аналитик написал какую-то постановку задачи. Бизнес на нее посмотрел, сказал, классная постановка задачи, длинная, ничего не понятно, но вроде то, что надо. Окей, давайте. Соответственно, тестировщик посмотрел на эту спецификацию, увидел там какие-то сценарии, увидел там что-то написано, сделал какие-то свои тестовые сценарии, и разработчик правильно сделал какой-то код, потом все вместе пришли и выяснилось вообще не то. Если у нас фича относительно небольшая, то мы можем взять подход такой, как Agile Story Mapping, когда каждую маленькую историю мы с вами пишем на, соответственно, листочке бумаги, выкладываем, делаем из нее, соответственно, выкладываем, делаем наши релизы. И там в качестве требований мы сразу можем указать, в качестве детализации этих требований можем указать вот этот тестовый сценарий. Они будут одинаково понятны, скорее всего, и аналитику, и заказчику, и разработчику, и тестировщику. То есть мы можем использовать BDD как инструмент для того, чтобы люди между собой общались на одном языке, чтобы устранить communication gap между ними, да, то есть gap в коммуникации. Можем? Можем. Можем сделать это на уровне какого-то, я скажу, все равно можем. Но вот доклад, наверное, все-таки немножко не об этом, да, он о том, как денег сэкономить, поэтому тестировать надо модульно, поэтому там BDD. Спасибо, что вы не ответили на второй вопрос. Почему вы не внедрили систему такую везде? Нам не хватило времени, текущий момент. Собираетесь? Да. Спасибо. Здравствуйте. Меня Дима зовут, компания Samrush. У меня небольшой технический вопрос по поводу, можете последний график переключить? Да, вот как вы анализируете количество профилейных тестов? Это же, я так понял, тесты написаны на DSL ваше, которые дано, если и то. Эти тесты имеются в виду? Да. Эти же аннотации я увидел в Java-коде, например. То есть получается, в Duchenburg как-то связывают, да, все это? Да, все верно. Он связывает, он показывает, какие шаги выполнились, какие тесты выполнились, какие тесты упали. Это плагин при запуске, ну, собственно, там видно, да, что какие шаги выполнились, какие упали. Есть, наверное, еще важный момент, который, может быть, тоже стоит упомянуть. Достаточно понятен стэк, стэк трейс того, что упало. Показано тестовый сценарий, показано дано, если то, прям вот Кумбер это все показывает и показывает, на каком шаге произошла ошибка. Если вы когда-нибудь видели, ну, может быть, ко мне не повезло, стэк трейсы обычных автотестов, там обычно вот такой длиннющий стэк трейс, дальше написано assert 0 failed, и что хочется, то и делать. Что должен был делать тест, где он упал, почему ему что-то не понравилось, да. В данном случае Кумбер очень хорошо показывает тест, шаги, и что именно упало, прям вот видно. Ну, и, конечно, видно количество тестов, которые полностью выполнили, или которые, соответственно, упали. Просто в ассорт и месседжи писать надо, тогда понятно. Да, ну, за этим надо следить, а здесь автоматически идет как-то отслеживание. Все, спасибо. Спасибо. Вопрос по схеме данных. Получается, вот, допустим, у нас тестовый стенд мы сделали, да, на нем одна схема данных, потом мы разрабатываем, разрабатываем, меняем сохранимые процедуры, вторая схема данных, да, появилась. Вы как это синхронизируете? Никак. У нас тесты, они живут только в той версии кода, которую мы разрабатываем. Мы тесты эти не переносим на стенды более позднего тестирования, мы не будем образом их не гонять в продакшене, то есть идет разработка кода, соответственно, с ней живут в той же ветке кода синхронно, живут тесты. Соответственно, если мы что-то изменили в системе, то тот рейс, который мы на текущий момент дорабатываем, в нем будут работать тесты. Если мы эти же тесты возьмем и попробуем перетащить тот рейс, который стоит на более поздних стадиях тестирования, например, в пробе пытаемся выполнять автотест, они там упадут. То есть не заточенной системы нет. Я правильно получил вопрос и правильно ли ответил? Ну, чуть получается. То есть вы тесты, они у вас, вы их потом изменяете или новые пишете? Часть тестов переходит в регрессионную тестовую модель. Не все. Ну, потому что очень дорого их запускать. Соответственно, по окончании наработки часть тестов переходит в регрессионную тестовую модель и спускаются оттуда. Ну, опять же, мы недавно относительно начали, поэтому рассказать много о регрессии БТД я не могу. Но понятно, что часть сценариев выкидывается как слишком простые, не показывающие достаточно большого количества фейлов и ненужные, которые тратят процессовое время на их выполнение. Они просто уходят из тестовой модели. Остается только то, что нам сильно нужно. И оно сопровождается дальше. Ребята, последний вопрос. Еще один вопрос. Ну, понятно, допустим, что есть у системы фронт, есть митл, есть какой-то бэк. Как вы принимаете решение, что нужно автоматизировать? То есть можно, конечно, по БТД или используя БТД автоматизировать фронт, а митл и бэк, неважно что. Но все-таки, как вы сказали, чем раньше найдется бак, то, соответственно, его дешевле исправить. Вы как-то делите или ваши автотесты запускаются только на фронте? Спасибо за вопрос. Я бы сказал, скорее так, на текущий момент, если наши тесты выполняются на бэке. Да, то есть мы тестируем бэк, это, ну, с нашей точки зрения, и проще, ну, с точки зрения написания тестов, и багов мы там обычно находим больше. Все-таки фронт у нас не очень много, не багов. А как вы тогда справляетесь с ситуацией? Например, номер карты нужно передать. А то тесты, естественно, по дефалту передают номер карты, а фронт, ну, через фронт, номер карты не появился. Соответственно, клиент увидит баг. И, может, и дефект будет пропущен в промо. Да, спасибо за вопрос. Смотрите, у нас живут вместе автоматические тесты и ручные. Более того, у нас часть тестов модульных, они тоже ручные. И вот эту цепочку, что сначала делается модульное тестирование, потом интеграционное, потом ее от и промо, в промо выходим, ее никто не отменял. Мы сейчас говорим о чем? Что мы на стадии модульного тестирования, часть автотестов сделали, ну, часть тестов сделали автоматически, но при этом все остальные проверки, они как были, так они и остаются. Мы сэкономили денег, соответственно, на стадии модульного тестирования для бизнеса, но мы не говорили, что мы подорвались в технологическую цепочку, все сделали автоматически и так далее. Понятен, да, Пасов? То есть, вот, все-таки доклад, что он говорил практическую ценность, да? Он про это. Да, все-таки, а, ну, все-таки мы же про дефекты говорим. Сколько тогда примерно дефектов у вас отлавливаются в бэке, ну, соотношение, да, и во фронте? Может быть, действительно, в фронте у вас нам очень-очень мало? И так они находятся в исследовательском тестировании? Знаете, вот, сходу не скажу, можем обменяться контактами, я примерно вам пропорцию скажу попозже. Спасибо. Спасибо. Ну что, коллеги, спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...